Благослови всех, кто искренне ищет лица Твоего. Благослови всех, позванных Тобою, и тех, кто сказал в сердце своем, «Я иду, Господи!» Благослови всех нас, чтобы, начиная путь наш в Тебе, мы шли до конца, не сдаваясь, не опуская рук, желая прославить имя Твое в нашей жизни и в нашем служении. Благослови нас всех, Господь наш! Передаем все в руки Твои, святые, и просим Тебя, будь с нами во имя Иисуса Христа. И будем славить Господа вместе с группой и хором. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Тебя наш Бог! Мы верим Тебя, Господь Иисус, наш Спаситель! Слава Тебе! Мы еще раз рады всех приветствовать участников Восточноевропейского лидерского форума на нашей украинской благословенной земле! Божьих вам благословений! Слава нашему Богу и Спасителю Иисусу Христу! Давайте все вместе возвысим наши голоса в хвале! Прославим имя нашего великого Бога! 95-й Псалом призывает нас! Воспойте Господу петь новую! Воспойте Господу вся земля! Пойте Богу! Благословляйте имя Его! Благовествуйте со дня на день спасения Его! Возвещайте в народах славу Его! Во всех племенах чудеса Его! Ибо велик наш Господь и достоин всей славы и всей хвалы! Воздайте Господу племена народов! Воздайте Господу славу и честь! Аллилуйя! Мы будем славить тебя! И благ и милостей наш Бог! И достоин всей славы! Дякуйте Господу добрый Боги! Бо на веки Его милосердя! Дякуйте Господу Богу погиб! Бо на веки Его милосердя! Дякуйте Господу Богу погиб! Бо на веки Его милосердя! Дякуйте единому, кто чудо чинить! Бо на веки Его милосердя! Бог наш! Бог наш! Бог наш! Бог на веки Его милосердя! Веський зліпец переміг! Бо на веки Его милосердя! Бо на веки Его милосердя! Аллилуйя! Дякуйте Господу добрый Боги! Бо на веки Его милосердя! Дякуйте Господу, Богу боги, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Владиці Влади, Бонавить и его милосердя Дякуйте единому пта-чуда чини, Бонавить и его милосердя То свій народ в пустині вів, Бог наш, То перебив міцних царів, Бог наш То землю їхню нам віддав, Бог наш, Бонавить и его милосердя То завжди з нами повсякчас, Бог наш, Від ворогів спасає нас Бог наш, достаток кожному дає, Бог наш, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Добрий Богин, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Богу боги, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Владиці Влади, Бонавить и его милосердя Дякуйте единому пта-чуда чини, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Добрий Богин, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Богу боги, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Владиці Владик, Бонавить и его милосердя Дякуйте единому пта-чуда чинить, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Добрий Богин, Бонавить и его милосердя Дякуйте Господу, Богу богим, по навеки Його милосердя Дякуйте Господу, Владимци Владим, по навеки Його милосердя Дякуйте единому, кто чудо в жени, по навеки Його милосердя По навеки Його милосердя, по навеки Його милосердя, по навеки Його милосердя Аллилуйя! Аллилуйя! Эй, все народы, восклищите руками, воскликните Богу глазом радости Аллилуйя! Аллилуйя! Ты достоин всей славы и всей хвалы наш Бог Давайте славить Бога Давайте славить Бога, чтобы слышала вся земля И пусть Божьей славой наполняется вся земля Аллилуйя! Есть на планете счастливый народ Правит нас Богом в победе живет В хаосе жизни Он Господу песни поет Этим народом являемся мы Бывшие узники мрака и тьмы Божьими стали навеки детьми Давайте славить Бога! Давайте славить Бога, давайте славить Бога Но только будем славить так, чтоб слышала вся земля Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога И по дороге к небесам будем следовать ими я Если подвешить устанет народ Слово от Бога для жизни возьмет Этот народ не узнает никто через год Скоро изменится наша земля Станет великаю Божья семья Где дух святой там свобода всегда Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Давайте славить Бога! Но только будем славить так, чтоб слышала вся семья Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога И по дороге в небеса будем следовать ими я По дороге, по дороге, по дороге в небеса Давайте славить Бога, давайте славить Бога Давайте славить Бога, давайте славить Бога Но только будем славить так, чтоб слышала вся семья Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога На небо есть дорога, и по дороге в небеса будем следовать ими я Давайте славить Бога, давайте славить Бога Давайте славить Бога, но только будем славить так, чтоб слышала вся семья Для тех, кто славит Бога, на небо есть дорога И по дороге в небеса будем следовать ими я И по дороге в небеса будем следовать, ты и я И по дороге в небеса будем следовать, ты и я Аллилуйя! Давайте славить Бога, чтобы слышала вся земля Пусть Твоя слава наполнит всю землю Пусть Твоя слава, наш Бог, наполняет этот дом Пусть Твоя слава наполняет наши судьбы Пусть Твоя слава наполняет наши сердца, Господь Пусть Твоя слава наполняет наши церкви Прийди, наш Бог, яви Свою славу, Своё могущество, Своё величие Пусть праведные усилятся и действуют Так говорит Библия, так говорит Библия о последних временах Пусть праведные усилятся и будут действовать в силе Духа, в силе нашего Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Давайте еще раз все вместе воскликнем голосом радости. Аллилуйя нашему Богу! Возвеличим Его имя, воздадим Ему славу. Все народы, все народы, воздайте славу великому Творцу. Аллилуйя! Ты достоин наш Бог. Ты достоин наш Бог. Как величественно имя Твое по всей земле. Мы будем поклоняться Тебе. Мы сегодня хотим встретиться с Тобою. Хотим увидеть Твою славу. Хотим ощутить Твое нежное присутствие, Господь наш. Аллилуйя! Будь возвеличен! Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Ты велик наш Бог. Сияет царя, блеск величия. Пусть вся земля поет, радостно поет. Он в свет облег себя. И прочь уходит тьма от голоса Его. Наш Бог так велик. Пой со мной наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Он стоит в веках, все дни в Его руках. Начало и конец, начало и конец. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог так велик. Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Он превыше всех имен. Он превыше всех имен. И всей хвалы достойен Он. душа а а а а а и и и и наш а а а и и и и и и и и а или и а 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 Велик, возвысим наши голоса, наш Бог велик! Наш Бог, так велик наш Бог! Пой со мной, наш Бог велик! Наш Бог велик! Пусть видят все, как велик наш Бог! Наш Бог, так велик! Наш Бог велик! Наш Бог велик! Наш Бог, наш Бог! Пой со мной, наш Бог! Так велик наш Бог! Пусть видят все, как велик наш Бог! Наш Бог, так велик! Пусть видят все, как велик наш Бог! Пой со мной, наш Бог, так велик! Пусть видят все, как велик наш Бог! Пусть видят все, как велик! Пусть видят все, как велик наш Бог! Пусть видят все, как велик! Пусть видит все, как велик наш Бог! Пусть есть все, как велик наш Бог! наполняет сегодня твой храм господь аллилуйя мы дышим тобой ты наша жизнь мы живем тобою господь тобой мы движемся и тобой существуем ты наш творец ты наш создатель ты все чем я дышу ты все чем я живу присутствие твои святое ты все чем я дышу ты нашу жизнь ты все чем я живу присутствие твои святое тебе нуждаю я тебя желаю ты хлеб живой ты хлеб живой с небес 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 слава твои омывают 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 и я я тебе нуждаю иисус и я Тебя желаю, Иисус, я нуждаюсь. И я в Тебе нуждаюсь, Иисус, и я. Я в Тебя желаю, Иисус. Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Мы Тебя желаем, мы в Тебе нуждаемся. Аллилуйя! Усиль нас, Господь! Пусть праведные усилятся в эти последние времена, наш Бог. Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе! Аллилуйя! Живой Бог! Слава Тебе! Великий! Достойный! Тебя желаю, Иисус! Тебя желаю, Иисус! Я желаю лишь Тебя, Иисус! Я желаю лишь Тебя, Иисус! Я хочу познать Тебя, Иисус! Я желаю, Иисус! И я в Тебе нуждаюсь, Иисус! И я в Тебе нуждаюсь, Иисус! И я в Тебе нуждаюсь, Иисус! И я в Тебя желаю, Иисус! И я в Тебе нуждаюсь, Иисус! Тебя одного мы желаем, Иисус! Тебя, Господь, мы хотим видеть в нашей жизни! Твою славу мы хотим видеть в нашей жизни! Твою славу мы хотим видеть в наших церквях, Господь! Твою славу, Господь, мы хотим видеть по всей земле! Твою славу мы хотим видеть в Европе, Господь! Твою славу мы хотим видеть в странах восточноевропейских! Пусть Твоя слава движется среди народов, Господь Пусть Твой мир течет, как река, Господь Пусть Твоя благодать проливается дождем на наши земли Пусть приходит Твое спасение Пусть течет Твое помазание, Господь От которого разрушается всякое ермо неправды Всякий грех, всякое проклятие Аллилуйя Вооружи всех нас, Господь Усиль нас, усиль Твой народ, Господь Усиль праведников Твоих И пусть они действуют в Твоем могуществе В Твоей силе, в Твоей славе Аллилуйя Мы открываем наши сердца сегодня для Тебя Наполняй нас Пусть ни один не уйдет отсюда пустым Пусть каждый обновится в силе В призвании, в помазании Твоем, Господь Аллилуйя Слава Тебе Благодарим Тебя, Бог наш, что Ты приходишь в нашу жизнь, чтобы ободрять нас Укреплять И исцелять Чтобы слава Твоя обновлялась в нас И чтобы сила Твоя действовала через нас Благодарим Тебя, Бог наш, что Ты нашел нас И что Ты привлек нас в чудный свой свет Благодарим Тебя, Святой наш Что в Твоем присутствии Ты освящаешь нас И делаешь нас подобными себе Благослови нас, чтобы мы всегда были носителями Твоей славы Твоей любви Этой святости И продолжали быть светом миру И солью для этой земли Для этого мы и собираемся здесь, Господь Чтобы снова и снова говорить и молиться об этом Благослови народ Твоих Благослови лидеров Твоих Служителей Твоих Царственное священство Чтобы всегда мы были способны В истине совершать дело призвания, которым Ты призвал нас Благослови нас всех, Господи, во имя Иисуса Христа И народ Божий сказал Аминь Давайте воздадим славу Господу В этот вечер нам служила Церковь Христианская Надежда Хор и группа Пусть Бог вас благословит Если можно, вынести кафедру Присядьте, пожалуйста Прежде чем я представлю нашего спикера в этот вечер Хотел бы еще зачитать местописание Буквально вчера мы с вами говорили о том Что мы как служителя, как лидеры Нуждаемся в Боге, потому что Иисус Христос сказал Без меня не можете делать ничего Еще одно местописание хотел бы сегодня Нам с вами зачитать, подарить Которое написано в книге Захарии В 4 главе, в 6 стихе Практически все из нас знают его наизусть Здесь написано Тогда отвечал он и сказал мне так Это слово Господа, к Зарававелю выражающее Не воинством и не силою Но духом моим Говорит Господь Саваоф Знаете, мы как служителя, как лидеры По-человечески привыкаем к тому Что многое в нашей жизни хотим совершать Основываясь на реальной ощутимой силе Многие служителя хотят видеть вокруг себя Сильных и верных людей Многие служителя окружают себя Возможно великим воинством подобных служителей И чем больше и сильнее наша команда Тем где-то увереннее мы чувствуем сами себя Мы порой хотим ощущать в себе человеческие силы И на основании этих человеческих сил Делать вывод о нашем успехе Или нашей способности Но есть нечто уникальное Что Бог дарует нам переживать в нашем служении Писание говорит Сила моя совершается в немощи И это место Писания, которое я только что читал Говорит нам Не воинством Не успешными служителями окружающими нас Не силою Не человеческими способностями Которыми порой мы обладаем Но Библия говорит Духом моим Бог заверяет всех нас Что самые великие дела на этой земле Самые сильные служения Самые величайшие события Которые происходили посредством служения христианских лидеров Они всегда происходили Не человеческим усилием Не человеческим напором Но написано Духом Божьим И когда мы переживаем Определенную нашу человеческую немощь Когда мы видим Что вокруг нас армия На которую мы возлагали надежды Она подводит нас Когда мы понимаем Что мы остаемся Один на один Или с проблемой Или с ситуацией Или с тем Что нам нужно сделать В этот момент наступает Момент истины Истинный лидер Обращает свое сердце К тому Кто есть основание И тот Кто есть источник силы В этом Сила Нашего лидерского Христианского призвания Дорогие Нам нужен Бог И нам нужна сила Его Духа Да благословит нас Господь Я хочу Позвать на это место Служителя Божьего Наверное правильно будет о нем сказать Не зная чем дышим мы Мы дышим с вами кислородом Он дышит молитвой Поэтому человек В устах которого Дыхание молитвы Это служитель Сергей Шерловский Давайте поприветствуем его Он будет спикером Этого вечера Да благословит его Господь И служение Искателей Бога Недавно он вернулся С поездки с Южной Кореи Не знаю Будет он вспоминать сегодня В служении Это или нет Но мы Благодарим Бога Что Бог благословил Эту поездку И хранил в пути Я очень благодарен За эту возможность Быть здесь Находиться вместе с вами И большое спасибо Всем вам За такую Уникальную возможность Послужить Словом Поделиться Своим сердцем Божьим словом Свидетельствами Также И Конечно же Мое самое главное Ожидание Что Посреди нас Дух Святой И будет служить Прежде всего Он Сам Потому что Как верно Сказал пастор Валерий только что Что нам нужен Бог Аминь И нам Он нужен Прямо сейчас Нам нужен Бог Давайте Прежде чем я начну Дальше Служить Словом Еще Склоним свои головы Если возможно Оставаясь на своих местах Будет нормально Если мы Не будем вставать Чтобы не создавать Лишних движений Так как мы Недолго будем молиться И давайте Склоним свои головы Попросим Господа Чтобы Он говорил К нам сейчас Дорогой Дух Святой Мы просим Тебя Говори в наши сердца Господь коснись Каждого из нас Ты нас знаешь Ты видишь Через что Проходит каждый из нас И мы просим Тебя Говори в наше сердце Говори в нашу жизнь Говори в наши обстоятельства Говори в наш дух Давайте попросим Сейчас у Господа Попроси Лично От своего имени Скажи ему Дух Святой Послужи мне В это время Скажи Дух Святой Говори ко мне Коснись меня Дух Святой Попроси Его Потому что Он знает тебя Он любит тебя И не оставил тебя Он помогает тебе Попроси Его помощи И Он ответит тебе Дух Святой Мы просим тебя Прикоснись к нам Говори в наши сердца Говори в наши обстоятельства Боже во имя Иисуса Христа Мы приглашаем тебя Проявляйся на этом месте Ты здесь вместе с нами Ты так близко к каждому из нас Ты положил свою руку На каждого из нас Ты служишь нам Ты наполняешь нас Ты обнимаешь каждого из нас Находящегося в этом зале И также всех Кто вместе с нами сейчас В прямом эфире Или также через архив Затем впоследствии Дух Святой Ты обнимаешь каждого И прижимаешь к своей груди Боже, мы молимся тебе Пускай Твоя сверхъестественная Любовь Коснется нашей жизни Наших служений И все изменит Боже, я молюсь тебя К каждым Присутствующим На этом Восточноевропейском Лидерском форуме Молюсь тебя К каждым Кто сейчас Видит и слышит Меня Боже во имя Иисуса Коснись И восполни Всякую нужду По богатству Своему Славе Христом Иисусом Господь Ты знаешь Через что Проходит каждый Поддержи Каждого Молюсь тебе Послужи Каждому Господь Молюсь тебе Пускай Твоя сильная рука Проведет Через любые Трудности И испытания Во имя Иисуса Я запрещаю тебе Дьявол Прикасаться К каждому Служению К каждому Здоровью Семьям Пошел Вон Во имя Господа Иисуса Но Дух Святой Пускай Твоя Сверхъестественная Защита Будет На каждом Лидере На каждом Служителе На каждой Церкви На каждой Миссии На каждой Организации Твоей Божия Во имя Иисуса Яви Свою Славу Господь Прикаснись Обрати Все Ко Благу Пускай Из всех Минусов Господь Появятся Плюсы Пускай Из всех Сложных Обстоятельств Все Обратится Ко Благу И так И будет Господь В жизни Каждого Из нас И каждый Из нас Увидит Твою Славу И каждый Из нас Увидит Твои Перемены Увидит Твой Успех И Твой Рост В Божьей Работе В служении Господу Слава Тебе Боже Благодарим Тебя Господь И давайте Пожалуйста Откроем Вместе С вами Сейчас Исход Третью Главу И мы будем Говорить О Моисее И будем Говорить О Жизни Моисея И на основании Его Примера Также я поделюсь С вами Некоторыми Свидетельствами И некоторыми Историями Мы будем Говорить О том Как получить Видение От Бога Взойди На гору Так называется Эта тема Взойди На гору О том Что Мы будем Говорить О том Что Каждый Лидер Каждый Служитель Он Зависит От Духа Святого Как говорил Пастор Валерий Не воинством И не силою Но Духом Святым Аминь Мы не можем Жить без Духа Святого Мы не можем Трудиться Без Духа Святого Мы не можем Быть сами Мы не можем Служить сами Нам нужен Дух Святой И Давайте Откроем с вами Исход Третью главу И давайте Пожалуйста Прочитаем С первого стиха Моисей Пас Овец Уиафора Тестя своего Священника Мадиамского Однажды Провел он Стадо Далеко В пустыню И пришел К горе Божьей Хариву И явился Ему Ангел Господень В пламени Огня Из среды Тернового Куста И увидел Он Что терновый Куст Горит Огнем Но Куст Не сгорает И Моисей 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 Авраам Бог Бог Моисей Моисей Закрыл Лицо Своё Потому что Боялся Возреть На Бога И Седьмой Стих И сказал Господь Я увидел Страдание Разных Народов И вот Вопль Сынов Израилевых Дошел До меня И я Вижу Угнетение Каким Угнетают Их Египтяне Итак Пойди Я Пошлю Тебя К Фараону И Выведи Из Египта Народ Мой Сынов Израилевых Аминь Итак В этой Истории Мы видим Что Моисей Пришел На гору И На горе Он Встретился С Богом Он Общался С Ним Он Разговаривал С Ним Моисей Разговаривал С Богом И мы Видим Здесь Что Бог Разговаривал С Моисеем Когда Моисей Пришел К Господу Он Даже И не мог Предположить Что Начнется С этого Момента Он Просто Встретился С Господом И он Просто Разговаривал С Ним Он Предстал Пред Его Лицом В Его Присутствии И Бог Стал Ему Открывать Свои Планы Бог Стал Показывать Ему Своё Сердце И Говорить Я услышал Страдания И иди Освобождай Народ Мой Моисей Сразу Включил Заднюю Передачу И Сказал Нет Я Никуда Не Пойду Он Нашел Много Причин Чтобы Никуда Не Пойти Он Стал Говорить Что Я Косноязычный И Когда Он Говорит Я Не Умею Говорить Я Ангел Ангел Смерти Пойдет Но Каждый Раз Бог Делал Все Это Вместе С Моисеем В Партнерстве И Моисей Не Только Получил На горе То Что Он Должен Был Делать А Потом Без Бога Исполнял Это Всю Остальную Жизнь Но Получив От Бога Самое Первое Задание Он Продолжал Исполнять Это Задание Продолжая Общаться С Богом И Получая Шаг За Шагом Корректировки Он Получил Глобальное Задание Здесь В Исход Третьей Главе Но Когда Мы Читаем Всю Книгу Исход Мы Видим Что Он Снова И Снова Поднимался На Гору Он Потом Поставил Себе Скинию Он Уходил И Общался С Богом Отдельно Потом Он Построил Скинию Для Всего Израиля И Постоянно Приходя К Господу Они Делали Все В Партнерстве С Богом И В результате Видели Успех И В результате Видели Победу Потому Что Они Были Послушными И Успех Моисея Заключался Не в Столько Мудрости В Мудрости Самого Моисея Сколько В Послушании Господу Он Пришел К Богу Он Общался С Богом Он Слушал Его Голос И Он Делал Все Что Бог Ему Говорил Если Мы С вами Посмотрим Дальше И Конечно Вся Книга Исход Об Этому Но Вы Можете Записать Исход 19 Глава Также С 1 Стиха Здесь Сказано Что Если Вы Можете Записать С 1 Стиха По 6 Но Мы Прочитаем С 3 Стиха Моисеев Зашел К Богу На гору И Возвал К Нему Господь С горы Говоря Так Скажи Дому Яковлеву И Возвести Сынам Израилевым Вы Видели Что Я Сделал Египтянам И Как Я Носил Вас Как Бы На Орлиных Крыльях И Принес Вас К С Себе Итак Если Вы Будете Слушаться Глаза Моего И Соблюдать Завет Мой То Будете Моим Уделом Из Всех Народов Ибо Вся Земля Моя А Вы Будете У Меня Царством Священников И Народом Святым Вот Слова Которые Ты Скажешься Нам Израилевым Итак Мы Опять Видим Что Моисеев Зашел К Богу На Гору И Это Символ Молитвы Это Символ Встречи С Богом Это Символ Общения С Богом Он Предстал Пред Богом И Бог Опять Открывает Своё Сердце Моисею И Говорит Что Ему Нужно Сделать И Он Сказал Что Я Принес Вас К Себе Иди И Говори Что Если Вы будете Слушаться Меня То Я Дам Вам Успех Вся Земля Будет Ваша Потому Что Вся Земля Моя Я Отдам Вам Ее И Он Сказал Опять Ему Здесь Моисей Я Привел Вас Всех К Себе Пусть Все Будут Моими Священниками Пусть Все Предстают Придо Мною Идут В Мое Присутствие Пусть Все Слушаются Моего Глаза Делают Все Что Я Буду Говорить И Вы Увидите Победу Если Мы Будем Читать Это Дальше И Дальше То Мы Увидим То же Самое В 24 Главе Просто Запишите 24 Глава Исход И Вся Глава 24 Опять Рассказывает Что Моисей Снова Пришел Господу И Затем В 25 Главе Написано Что Бог Стал Говорить Ему О Как Как Он Должен Построить Скинию Каким Образом Он Должен Построить Скинию Там В 19 Главе Когда Мы С вами Прочитали После этого Бог Стал Говорить Моисею Как Устроить Жизнь Всего Общества Израилева И Он Стал Устраивать Ее Так Как Бог Ему Открывал Здесь В Исход 25 Главе Начинается Целая История Как Бог Ему Открывал Как Строить Скинию И Моисей Спустился С горы И Устроил Общество Как Бог Ему Сказал Моисей Спустился С горы И Построил Скинию Как Бог Ему Сказал И Затем Мы Можем Прочитать С вами Исход Исход 40 Главу Пожалуйста Вы можете Открыть Вместе Со Мной Все Кто С Нами В Прямом Эфире Пожалуйста Открывайте Вместе Со Мной Исход 40 Главу И Давайте Посмотрим В Исход 40 Главе 16 Стих И Сделал Моисей Все Как Повелел Ему Господь Так И Сделал И В самом конце Давайте Посмотрим Также 33 Стих И Поставил Двор Вокруг Скини И Жертвенника И Повесил Завесу В воротах Двора И Так Окончил Моисей Дело Мы Видим Здесь Что Моисей Так Окончил Дело То Что Он Увидел На горе Он Окончил То Что Бог Показал Ему Он Окончил Бог Открыл Ему Своё Сердце И Моисей Угодил Господу И И Исполнил То Что Бог Показал Ему Он Совершил И Дальше Мы Читаем Самые Последние Стихи Облако Покрыло Скинью Собрание Слава Господня Наполнила Скинью И Не мог Войти Моисей В Скинью Собрание Потому Что Осеняло Ее Облако И Слава Господня Наполняла Скинью Итак Мы С вами Видим Что Когда Они Все Закончили И Сделали Как Бог Им Сказал Облако Сошло Все Сработало Моисей Послушался И Дальше Мы Читаем Что С 36 Когда Поднималось Облако От Скинью Тогда Отправлялись В путь Сыны Израилев Во Все Путешествие Свое Если Же Не Поднималось Облако То И Они Не Отправлялись Путь Доколе Оно Не Поднималось Ибо Облако Господне Стояло Над Скинью Днем И Огонь Был Ночью В глаза Пред Ней Или В ней Пред Глазами Всего Дома Израилева Во Все Путешествие Их Вся Эта История Моисея Говорит О том Что Он Приходил К Богу И Постоянно Уединялся С Ним Моисей Постоянно Общался С Богом Он Постоянно Это Называется Молитва Почему-то Это Назвали Молитва Но В реальности Это Были Встречи С Богом Это Были Уединения С Богом Моисей Снова И Снова Представал Пред Господом И Получая От Господа Руководство Он Возвращался К людям И делал Все Что Видел На горе И Что Господь Говорил К нему И Моисей Образец Для нас И Пример Для нас И Смысл Жизни Когда мы Читаем Моисея Смысл Его Жизни Заключался В трех Вещах В Общении С Богом Можно Сказать В молитве Но Это Больше Чем Молитва Потому Что Это Общение С Богом Он Говорил С Богом А Бог Говорил С Ним Так И Мы С вами Когда Мы Молимся Мы Также Читаем Библию И Бог Разговаривает С нами Или Также Через Дух Святой Когда Он Дает Нам Рэма И Говорит В наши Обстоятельства Непосредственно Мы С вами Предстаем Пред Господом Подобно Моисею И Там Моисей Не Только Говорил С Богом Но Слушал Его Голос И Затем Делал Все Как Бог Ему Сказал Даже Когда Не Хотел Повиноваться Богу И Даже Когда Задание Было Слишком Большим И Огромным Так Что У Моисея Захватывало Дух И Ему Хотелось Спокойной Жизни Какому Человеку Порой Не Хочется Спокойной Комфортной Жизни И Моисею Хотелось Этой Жизни Он Спокойно Там Себе Устроился У Тестя И Пас Себе Овец Но Он Когда Встретился С Богом И Бог Стал Ему Показывать Своё Сердце Моисей Пожертвовал Свою Спокойную Жизнь И Он Посвятил Всю Свою Жизнь Тому Чтобы Идти За Богом И Не Остановиться Ни На Одном Плата Он Шел Выше Еще Выше Всю Свою Жизнь Он Слушать Его Голос И Делать Все Что Бог Говорил Ему Как Уже Сегодня Прозвучало Я Приехал С Южной Кореи И Я Был На конференции Пастора Йонгичо У нас Был Тур Мы Делали Тур В Южную Корею И Центральной Частью Этого Тура Было Посещение Конференции Которую Проводил Лично Пастор Йонгичо И Также Его Команда Больше Всех Проповедовал Пастор Йонгичо Я Уже Третий Раз Был На Этой Конференции И Было Интересно Услышать Снова И Снова Свидетельство Этого Пастора Самой Большой В мире Церкви Он Рассказывал О том Что Вся Его Жизнь И Все Его Служение Фактически Это Общение С Духом Святым Он Рассказал Нам Что Он Даже Фактически И Не Стремился Построить Самую Большую В мире Церковь Он Сказал Что Всю Свою Жизнь Я Посвятил Только Трем Вещам Он Говорит Вы Знаете Всю Мою Жизнь Я Делаю Три Вещи Он Говорит Я Не Строил Самую Большую В мире Церковь Я Не Строил Там Университет Обычный Он Создал Университет Обычный Университет В котором Люди Получают Самые Обычные Профессии Самые Различные Профессии И Это Университет На Библейском Основании Он Говорит Я Не Строил Даже Этот Университет У него Есть Газета И Это Газета Светская Обычная Газета Принадлежащая Церкви Целое Большое Здание Этой Газеты С Большим Штатом И Эта Газета Одна из самых Популярных В Южной Корее Среди Всего Народа И Он Говорит Вы знаете Я не делал Эту Газету Сам По себе Он Говорит Вы знаете Всю свою Жизнь Я занимался Не этим Всю свою Жизнь Я занимался Тремя Вещами Сказал Пастор Юнгичо Он Говорит Всю Мою Жизнь Я Молюсь Общаюсь С Духом Святым Он Говорит Всю Мою Жизнь Я посвятил Тому Чтобы Быть С Богом И Сегодня По сей День Он Продолжает Общаться С Господом Около Пяти Часов Ежедневно И Также Регулярно Уединяется С Богом На своей Молитвенной Горе И мы Были Возле Его Домика Такого Маленького Небольшого Его Такая Келья Где Он Регулярно Уединяется С Богом Если Не знает Как поступить В той Или Иной Ситуации Ну И Также По Просещает Молитвенную Гору И Уединяется С Богом И Он Говорит Что Я Посвятил Свою Жизнь Общению С Богом Общению С Духом Святым И Когда Я С Ним Провожу Время Он Говорит Даже Не зная Как Я Начинаю Понимать Что Бог Хочет Для Меня Сейчас И Однажды Бог Так Сказал Мне Строить Церковь И Показал Каким Образом Строить Я Стал И Делать Так Как Бог Мне Показал А Потом Он Говорит Я Не Знал Как Поступить Я Снова Стал Молиться И Уединяться С Богом И Он Опять Показал Мне Как Поступить И Я Снова Так Поступил И Опять Увидел Успех А Потом Говорит Когда Я Увидел Что Уже Все Получается Я Подумал Ну Наконец Я Расслаблюсь И Отдохну Он Говорит Но Я Продолжаю Приходить К Богу И Продолжаю С Ним Общаться А Бог Ты Ему Не Запретишь Разговаривать С тобой И Не Скажешь Ему Говори Со Мной В Это Время Или В То Время Он Говорит Когда Хочет Сам И Потому Он Говорит Я Прихожу Просто К Богу И Думаю Ну Все Я Все Сделал Что Бог Мне Сказал А Он Говорит Мне Ты Должен Создать Университет Я Думаю Нет Господи Я Не Хочу Создавать Университет Но Дух Святой Продолжает Мне Говорить Ты Должен Создать Университет И Тогда Он Говорит Я Смиряюсь И Говорю Хорошо Господь Я Создам Университет Хотя Я Не Знаю Как Его Делать Но Я Научусь И Он Идет Учится Создает Университет Потом Говорит Я Думаю Ну Все Слава Богу Теперь Я Отдохну И Наконец У Меня Наступила Спокойная Жизнь Церковь Есть Команда Есть Все Работает Все Строится А Дух Святой Мне Говорит Создавай Теперь Газету И Она Должна Быть Самой Лучшей Газетой В Южной Газету Я Не Знаю Сколько Надо Денег На Нее Дух Святой Говорит Ему Я Все Тебе Дам Делай И Он Говорит Я Не Хочу Он Сопротивляется В своем Сердце Но Дух Святой Продолжает Ему Говорить И Он Говорит Я Сдаюсь Я Говорю Хорошо Дух Святой Я Сделаю Тебе Газету Он И Делает Газету И Люди Говорят У тебя Не Получится Говорят Ему Огромные Суммы Денег Которых У Него Нет И Все Начинает Приходить Финансы Приходят Люди Приходят Специалисты Приходят Есть Газета Получилось Он Говорит Я Думаю Слава Богу Теперь Я Отдохну А Дух Святой Ему Говорит Теперь Я Хочу Чтобы Ты Построил Больницу В Северной Корее И Чтобы Они Мне Не Нравятся Я Не Хочу Им Делать Больницу А Дух Святой Ему Говорит Мне Нужна Больница Там Это Ты Мне Ее Построишь И Он Говорит Я Сдался И Сказал Хорошо Я Построю Дух Святой Тебе Больницу Для Людей Больницу И Он Говорит И Я Построил Им Больницу И Вот Так Он Говорит Всю Свою Жизнь Я Продолжаю Делать Говорит Три Вещи Общаться С Богом Молиться Слушать Его Голос И Исполнять То Что Хочет Дух Святой И Делать То Что Не В Моем Сердце И Не В Сердцах Других Людей Даже А То Что В Сердце Господа Он Говорит Я Иду За Ним Всю Мою Жизнь Когда Я Был В Южной Кореи Два Года Назад На Такой Конференции То Пастор Йонгичо Рассказал О том Что У него Врачи Обнаружили Болезнь Паркинсона Его Очень Сильно Трясло И Даже Когда Я Там Был Я Видел Некоторые Симптомы И Проявление Этой Болезни Хотя Он Рассказал О том Что Были Случаи Когда Эта Болезнь Проявлялась Очень Сильно Так Что Его Сильно Трясло Прямо На Собраниях Что Он Не Мог Даже Говорить И Когда Я Был Там Два Года Назад Его Под руки Выводили Ставили За Кафедру Он Еле Еле Выходил Очень Медленно Становился Вот Так И Потом Начинал Говорить И Потом Его Уводили Потихонечку Он Сказал Что Он Терял Сознание Прямо В машине Когда Его Везли На Собрание И Врачи Сказали Что Ему Недолго Осталось Жить Он Передал Церковь Другому Пастору Своему Приемнику Пастору Ли И Говорит Я Понял Что Уже Мне Осталось Жить Недолго И Когда Я Был Там Два Года Назад То Я Видел Пастора Юнгичо В таком Состоянии Так Что Мы Очень Торопились Приехать Я Был Просто Шокирован Тому Что Я Увидел Совершенно Другого Человека И Он Рассказал Просто Невероятную Историю Он Говорит Вы Знаете Я Уже Начал Даже Завещание Писать Своим Детям Он Говорит Я Уже Начал Думать О Своей Смерти И о Том Что Вся Жизь Закончилась Он Говорит Я Ушел На Пенсию И Стал И Он Говорит Я Почувствовал Себя Таким Стариком Больным Таким Вот Короче И Что Ну В принципе Я Все Сделал Веру Сохранил Течение Совершил Говорит Осталось Венец Получить Говорит И Все И Потом Говорит Я Продолжаю Молиться И Продолжаю С Богом Встречаться Я Продолжаю К Нему Приходить Он Говорит Я Пришел Господу Я Начал С Богом Разговаривать Как всегда И Он Каждый День Все Равно Не важно От Физического Здоровья Продолжал К Богу Приходить И Молиться И Говорит Однажды Я Пришел К Духу Святому А Дух Святой Мне Говорит Че Ты Всех Учил Тому Что Нужно Развивать Четвертое Измерение Иметь Позитивное Видение Будущего Видеть Себя Исцеленным Здоровым Освобожденным Успешным Ты Всех Учил Тому Что Надо От Бога Получать Видение Большую Цель И Что Цели Должны Быть Большими Потому Что Бог Большой И У Него Есть Много Благодати И Дух Святой Ему Стал Говорить Почему Ты Сам Не Практикуешь То Чему Ты Всех Учил Всю Свою Жизнь И Он Говорит Мне Стало Так Стыдно Сказал Что Я Перестал Практиковать Ушел На Пенсию И Перестал Практиковать То Чему Ты Меня Учил И Он Говорит И Я Начал Думать По Другому Я Начал Говорить Ранами Иисуса Я Исцелен Я Буду Жить Долго Ранами Иисуса Я Исцелен Бог Дал Мне Своё Служение И Я Буду Делать Еще Много Дел Для Господа И Короче Когда Я Туда Сейчас Приехал Когда Мы С Группой Туда Приехали Я Увидел Совсем Не Того Пастора Которого Я Видел Два Года Назад Стоял Полностью Здоровый Человек Все Симптомы Болезни Паркинсона Исчезли Абсолютно Стоит Твердый Энергичный Человек Который Говорит Я Чувствую Себя Сорокалетним Он Говорит Я Голодой Он Говорит Господь Моя Сила Он Говорит Ранами Иисуса Я Исцелен Все Симптомы Болезни Исчезли Он Говорит У меня Есть Новая Мечта От Бога И Новое Видение Самое Большое Из Всех Какие Я Принимал От Бога Когда Либо За Всю Мою Жизнь Он Говорит Я Буду Жить Больше Чем 90 Лет И Я Сделаю Это Работа Духа Святого В моей Жизни Потому Что Он Говорит Я Уже Сдался Но Я Пришел К Нему И Он Говорил Мою Жизнь И Он Изменил Мою Жизнь Знаете Мне Было Так Приятно Видеть Божью Работу В жизни Божьего Помазанника Божьего Человека Мне Было Так Приятно Видеть Человека Настолько Радостного Вдохновленного Он Нас Так И Выложить Показать На телеканале Бог ТВ В интернете В архиве Но Это Было Просто Потрясающе Его Жизнь Еще раз Мне Показала Что Бог Может Сделать Человеком Который Общается С Духом Святым Который Служит Богу В партнерстве С Духом Святым Он Очень Много Раз Повторил За Время Этой Конференции Дух Святой Мой Главный Партнер И Много Раз Он Повторил Что Молитва Ключ Пробуждение И Вся Его Жизнь Показала Что Ну Он Так Он И Проповедовал Он Говорит Что Я Посвятил Свою Жизнь Трем Вещам Трем Вещам Общаться С Богом Слушать Его Голос И И Исполнять Все Что Бог Мне Говорит Во Что Быто Ни Стало И Сегодня В этот День К К этому Самому Я Хочу И Призвать Каждого Из Нас Чтобы Каждый Из Нас Посвятил Свою Жизнь Трем Вещам Тому Чтобы Общаться С Духом Святым Тому Чтобы Повиноваться Тому Чтобы Слушать Голос Божий И Повиноваться Голосу Божьему И Дух Святой Будет Говорить К нам Чуть Чуть Буквально Я Хочу В течение Буквально Нескольких Минут Поделиться Небольшим Свидетельством Из Своей Жизни И Не Таким Большим Опытом И Не Такими Большими Плодами О которых Только Что Я Засвидетельствовал Из жизни Пастора Янгичо Но Тем Не Менее Моей Жизни Я Также Испытал И Пережил Некоторые Божьи Чудеса Моя Жизнь Очень Сильно Изменилась В 99 Году Когда Дух Святой Стал говорить Мое сердце О важности Общения С Ним Что Если Начать Общаться С Духом Святым И Сделать Общение С Духом Святым Самым Важным В своем Служении Господу То Тогда Вместе С Ним Можно Сделать Гораздо Больше Тогда Всю Мою Жизнь Я Посвятил Общению С Духом Святым Когда Он Проговорил Ко Мне Я Начал Постоянно Приходить К Нему И Уединяться С Ним И Общение С Ним Стало Самым Важным В моей Жизни Я Не Сделал Ничего Необычного Как И Все Я Учился В Библейских Школах Как И Все Я Служил И Был Активным Одна Только Вещь В моей Жизни Произошла По Другому Необычно Как Это Не Было В моей Жизни До Того Я Стал Постоянно Проводить Время С Богом В молитве И Чтении Божьего Слова Я Даже Не Мог Предположить Как Сильно Перевернется Вся Моя Жизнь Через Это Когда Я Стал Приходить К Духу Святому И Разговаривать С Ним Он Стал Говорить Мое Сердце О Том Чтобы Я Изменил Своё Отношение К Нему И Корректировал Мою Мотивацию Говоря В мое Сердце О том Чтобы Любить Бога Бескорыстно И Прежде Всего Приходить К Нему Из-за Его Любви К Нам И Из-за Нашей Любви К Нему А не Из-за Того Что Он Может В наше Служение Принести Успех Или Перемены В нашей Семьи А что Прежде Всего Бог Ожидает Чтобы Мы Имели Отношение С Ним Как Дети С Отцом Самодостаточные Отношения Что Даже Если Не Расцветет Смоковница И Виноградная Лоза Не Даст Плода Мы Все Равно Будем Радоваться Боге Приходить К Нему И Общаться С Ним Потому Что Прежде Всего Это Не Это Это Не Отношение Которое Строится На Корысти Как На Нашей Пользе На Нашей Выгоде А Прежде Всего Это Любовь И Просто Взаимоотношения Самодостаточные Взаимоотношения С Небесным Отцом Дух Святой Сильно Говорил В мое Сердце Об этом Но Также Дух Святой Стал Корректировать Мою Семейную Жизнь Мы Очень Тяжело Жили С моей Женой Я Был Служитель Очень Много Был В голове В своей Голове Мыслями Занят Служением Я Был Постоянно Перегружен Служением Так Что Однажды Мне Моя Жена Нужна У нас Была Тяжелая Семейная Жизнь Конечно Я Думал Что Это Моя Жена Во всем Неправа Я Думал Что Она Не Очень Духовная Наверное И не Понимает Меня Я Молился За нее Чтобы Бог Ее Изменил Но Когда Я Пришел Духу Святому И стал Общаться С Ним И Говорить С Ним В одном Из Уединений С Богом Дух Святой Сильно Меня Обличил Как Он Обличил Меня В моей Неправильной Мотивации Сердца По отношению К Богу Что Я Прихожу К Нему Прежде Всего Чтобы Иметь Успех Иметь Плоды Иметь Результат Иметь Пробуждение В своей Жизни Что Бог Говорил Мне О том Что Прежде Всего Да Не Будет У тебя Других Богов Пред Лицом Моим Что Бог Самая Большая Ценность Во вселенной Нет Ценей И Также Бог Сильно Обличил Меня Как Мужа И Стал Говорить Особенно В мою Жизнь Через Книгу Песни Песней Соломона Где Я Увидел Что Соломон Делал Три Вещи Бог Показал Мне Он Проводил Со Своей Возлюбленной Время И Когда Он С ней Общался Он Не Разговаривал С ней О закупке Бревен Камней Он Просто Говорил С ней Хотя Мы читаем В Царствах И В Паралипоменон Как Много Он Закупал Разных Там Стройматериалов И все Строил Но С ней Он Об этом Не Говорил Он Говорил О ней Хваляя Е Также Я Увидел Что Он Не Критиковал Е И Второе Что Я Увидел Он Говорил Комплименты И Я Увидел Что Нужно В Семейной Жизни Избегать Критики Оговорить Много Хороших Слов Так Что Сама Суламита О себе Сказала Что Она Черна И Сгорела На Солнце И Я Читал И И Сказал Сказал Ли Об этом Соломон И Я Не Нашел Этого Библии Соломон Не Сказал Ей Что Она Сгорела Хотя Видел И Он Только Хвалил Е И Говорил Что Она Самая Красивая И Также Он Дарил Ей Подарки И Оказывал Ей Знаки Внимания Подарками И Об этом Также Там Написано И Когда Дух Святый Стал Говорить Об этом Мое Сердце Я Вышел И Стал Делать То Что Бог Сказал Мне И Наша Семейная Жизнь Преобразилась Полностью И Также Я Стал Проводить Время Со Своей Женой Время Такое Когда Ей Безраздельное То Это Настолько Эффективно Что Наши Эмоциональные Нужды Восполняются И Бог Благословил Нашу Семью И Также Дух Святой Когда Я Продолжал Приходить К Нему И Просто Поклоняться Просто Славить Его Просто Молиться Дух Святой Стал Говорить Мою Жизнь Очень Много Идей И Разных Мыслей Я Стал Видеть Некоторые Картинки Некоторые Образы Впереди Что Захватывали Мой Дух И Были Больше Чем Я Мог Себе Представить Или Позволить И Дух Святой Говорил В мое Сердце О Многих Вещах Таких Которые Были Больше Моего Понимания И Некоторые Из Этих Вещей Они Были Для Меня Новыми Я Никогда Этого Не Делал Я Привык Делать Одно И То Что Я Умею А Стали Приходить Идеи И Мысли Делать То Чего Я Не Делал Еще Вообще Никогда В своей Жизни И Мне Было Страшно Часто В этот Момент Я чувствовал Что Мне Страшно Я Записывал Эти Мысли И Я Обнаружил Что Когда Ты Заканчиваешь Молиться И Говоришь Аминь То Потом Ты Смотришь Записи Тех Идеи Тех Мыслей Что Ты Там Записал И Когда Вот Эта Атмосфера Божьего Присутствия Как Бы В Некоторой Степени Уходит Когда Вот Это Молитвы Ты Исполнен Верой Когда Ты Все Это Видишь Идея Пришла Тебе Кажется Да Конечно Да Конечно А потом Когда Все Это Уходит И У тебя Только Есть Листик С Идеями Как Поступить Тебе Кажется Что Это Полный Бред И Что Все С горы Видишь Большую Картину Ты Видишь Как Оно Все Ну Ты Видишь Картину Ты Можешь Составить Карту Как Тебе Что Делать В твоем Служении В твоей Жизни Потом Ты Спускаешься Внизину С этой Картой Ты Смотришь На Нее Но Ты Уже Не Видишь Так Как Ты Видишь С горы Ты Видишь По Другому И Получается Что Тебе Нужно Верить Хороший Положительный Результат В моей Жизни Был Один Переломный Момент Это Был Непростой Момент Но Однажды Я принял Решение А не Попробовать Ли Воплотить В жизнь Хотя Бы Некоторые Из Идей Которые Приходят В молитве А что Если Воплотить В жизнь Они Странные Они Новые Они Большие Или Просто Неординарные Они Какие Я так Никогда Не делал А что Если Попробовать Так Сделать И В результате Это Изменило Мою Семью И Изменило Мое Служение Когда Я подумал Господи А что Если Попробовать Это Сделать Я Под Мне было Страшно Я думал А вдруг Не Сработает А вдруг Не Получится Но Тогда Я подумал А что Если Попробовать И В результате Каждый Раз Когда Я Пробовал Это Сделать Я Видел Успех И Опять Победа Доверие И В следующий Раз Ты Уже Быстрее Различаешь И Быстрее Слушаешься И Тогда В следующий Раз Еще И Еще И Еще И Таким Образом Жизнь Становится Интересной Приходит Определенный Адреналин Драйв Ты Не Знаешь Что Будет После Следующего Уединения С Богом Ты Не Знаешь Чем Ты Займешься Дальше И Когда Ты Начинаешь Это Делать Жизнь Изменяется Единственное Приходится Положить На Алтарь Свой Личный Комфорт Приходится Положить На Алтарь Вот Ту Мечту Такую Душевную Я Б Даже Сказал Плотскую Мечту О Тихой Спокойной Жизни Чтобы Тебя Никто Не Трогал Чтобы Было Все Хорошо Чтобы Тебя Никто Не Критиковал Чтобы Не Было Никаких Проблем Но Когда Ты Отказываешься От этого И Посвящаешь Себя Воплощению Того Что Бог Тебе Говорит Ты Видишь Чудеса Ты Видишь Рост Ты Видишь Как Получается Таким образом Дух Святой Однажды Проговорил Мне Путешествовать И я Начал Путешествовать И моя Жизнь Изменилась Таким образом Дух Святой Однажды Проговорил Начать Проводить Такие Конференции Богоискания О Близости Сними дворец Спорта И сделай Большую Конференцию В прямом Эфире На Спутниковом Телевидении И таким Образом После Больших Работ Большого Труда Все Получилось И эта Конференция Состоялась Затем Таким Образом Когда Однажды Я просто Поклонялся И Дух Святой Говорил И я Говорил Духу Святому Просто Что я Его Люблю Он Вдруг Стал В мое Сердце Говорить О том Чтобы Поднимать Молитву За пробуждение В нашей земле И чтобы Поднимать ее Таким образом Чтобы в партнерстве Со всеми Служениями Служителями Таким образом Чтобы Уходить Ну как бы Чтобы Не брать Славу за это Отдавать все Господу И Дух Святой Показал мне В общем Через ряд Мест писаний Что Как это делать И таким образом И таким образом Хотя мне Не хотелось Этого делать Но тем не менее Однажды В молитве После того Когда Бог Продолжал говорить Я сказал ему Да И в результате Состоялась Всеобщая молитва За пробуждение Которую мы провели Уже два раза И она Также продолжает Проходить Два раза в год На Дальнем Востоке В Средней Азии И в Прибалтике Когда собираются Епископа Со всего края Со всех этих регионов И вместе молятся О пробуждении Так что И в сентябре Я приехал С такой молитвы Где все Средняя Азия Собралась И молились вместе О пробуждении У Духа Святого Есть план Для пробуждения Я буду завершать Но в заключение Я хочу сказать Господь мечтает о том Чтобы вся наша земля Познала Господа Чтобы каждый человек В нашей земле Влюбился в Него И знал Его близко И лично Бог мечтает о том Чтобы пришло Сильное пробуждение Движение Духа Святого В нашу землю И чтобы волна Духа Святого Так сильно накрыла Нашу всю территорию Все страны Бывшего Советского Союза Всю восточную Всю восточную Европу Чтобы Дух Святой Так накрыл И вообще Все русскоязычное Пространство во всем мире Чтобы Дух Святой Так накрыл Чтобы контроль Над ситуацией Потеряло не только Общество Но даже мы Верующие Чтобы так Дух Святой Двинулся Чтобы волна Его И чудеса Его Пришли И чтобы Бог Так прославился И конечно же Дух Святой Мечтает изменить Все наше общество И сделать его Библейским Сделать его На основании Библейских ценностей И принципов Он мечтает Изменить все Чтобы создать Христианские университеты Христианские Различные Организации Фонды Которые будут Заниматься Самыми различными Сферами жизни Общества У Бога Так много Есть желаний Он хочет Чтобы Его Воля была Как на небе Так и на земле Но вместе С Духом Святым И только Вместе с Ним Мы сможем И мы справимся Мы не можем Сами Мы не можем Без Него Нам нужен Бог Как сказал Пастор Валерий В самом начале Нам нужен Бог Аминь Нам нужен Бог И вместе С Господом Если мы Скажем Ему Да Если мы Скажем Да Его Огромным Идеям Если мы Скажем Да Его Огромным Проектам Если мы Скажем Да Большому Богу То мы Вместе с Ним Сможем сделать Большие дела Потому что Давайте 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 Всегда Каких-либо Боже Боже Ведь До молитвы Не было Не было Мы Мы Благодарим Тебя Чтобы Чтобы жить Чтобы Чтобы Идти Несешь 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 Нас Делаем Каждого Из нас Лично Славим Тебя Иисус Превозносим Тебя Иисус Возвеличиваем Тебя Господь Отдаем Тебе Всю Славу Отдаем Тебе Всю Хвалу Давайте Поднимем Свои руки К Господу Давайте Прославим Его Скажи Ему Слава Тебе Господь Слава Тебе Иисус Аллилуйя Мы Поклоняемся Тебе Мы Превозносим Тебя Аллилуйя Аллилуйя За все Тебя, Господь, я благодарю Ты искупил от смерти душу мою И буду возвещать я по всей земле О том, как милостив и благ Ты ко мне Вся слава Тебе Мой Иисус, спасенье дал мне Мой Иисус и сердце во мне Мой Иисус поет о Тебе Всегда Иисус Я посвящаю жизнь свою лишь Тебе И благодать Твоя сегодня на мне Пусть знает каждый, слыша из моих уст О том, что жив Господь, спаситель Иисус Вся слава Тебе Мой Иисус, спасенье дал мне Мой Иисус и сердце во мне Мой Иисус поет о Тебе Всегда Иисус С креста стекала кровь святая Грехи смывая очищала меня Одежды правды мне Иисус Подарил Простил, очистил и меня искупил Вся слава Тебе Мой Иисус Мой Иисус, спасенье дал мне Мой Иисус и сердце во мне Мой Иисус поет о Тебе Всегда Иисус Вся слава Тебе Мой Иисус, спасенье дал мне Мой Иисус и сердце во мне Мой Иисус поет о Тебе Всегда Иисус Вся слава Тебе Вся слава Тебе и поклонение Тебе Наш Бог Мы посвящаем наши жизни, наши судьбы Тебе одному, Господь Аллилуйя Аллилуйя Господь Поэтому молитва Это основание нашего служения Это основание нашего лидерства Итак, братья и сестры Мы сейчас заканчиваем Мы заканчиваем предпоследний день нашего восточноевропейского лидерского форума У нас осталось только половина дня Завтра после обеда мы разъедемся в наши города Завтра мы повезем То, что мы получили здесь Давайте подумаем Вот за это последнее время За эти последние часы, которые остались у нас Давайте подумаем Пусть каждый подумает Что тебе еще нужно здесь сделать Какой плод ты выведешь отсюда, из этого форума, в свой регион Что тебе нужно еще сделать Может тебе нужно пригласить кого-нибудь из лидеров в свой город Может тебе нужно договориться с кем-нибудь из божьих служителей О том, что вы сделаете что-то вместе Может тебе нужно набрать еще какого-то материала Взять книги Изучить Наполниться Божьей мудростью Для того, чтобы тот потенциал, который Бог заложил в тебе Но который пока еще Не раскрылся до конца Чтобы он раскрылся во всей Божьей полноте Вот это последние часы Которые, я думаю, самые важные для нас Самые важные для нас Самые важные Пусть никто не выйдет из этого места Без прекрасного, благословенного Божьего плода Аминь Аминь Итак, пусть Бог благословит нас на эту ночь Это был очень интенсивный день Наши души, они наполнены энтузиазмом Но наши тела, они еще слабые Нам нужно отдохнуть, нам нужно восстановить наши силы И Бог благословит нас на это Но может быть, Он ночью захочет общаться с нами Может быть, хочет нам что-то еще сказать Пусть наши уши будут всегда открыты на Его Божественный голос Давайте повернемся друг к другу Возле тебя стоит Божий лидер Возле тебя стоит Божий человек Божий муж и Божия жена Скажи Ему что-нибудь хорошее Благослови Его Скажи Бог очень сильно нуждается в тебе И внимание, внимание Скажи тому, кто рядом Я нуждаюсь в тебе Мое служение нуждается в твоем служении Я хочу дополнить тебя Мы хотим дополнить друг друга Аминь Мы, братья и сестры Различные члены одного тела Иисуса Христа В Восточной Европе Да благословит нас Господь На эту ночь И на этот завтрашний, заключительный, самый важный день И на все, что будет происходить после этого до скончания века Знайте, что с нами Иисус Аминь Благодать Господа наших И Иисуса Христа И Бога, Господа, Господа, Господа И прощение Святого Духа Со всеми нами Аминь Аминь